Всем большой пламенный привет! С вами Каролина. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня не такое криминальное настроение, как пару дней назад, поэтому не забывайте подписываться на мой канал. Если вам не тяжело, то поставьте мне лайк прямо сейчас. Я буду очень-очень благодарна за это. И поехали! Вот не зря говорят, утро вечера мудренее. Так оно и есть. Посидевши и подумавши, я пришла к выводу, что все-таки эта клиника, в которой я лечу, сделала мне в разы больше хорошего, нежели плохого. Вернее, ничего плохого они мне не сделали. Просто в тот момент, когда ты расстроенный или нервный, ты начинаешь читать в интернете комментарии, и из тысячи, допустим, рецензий хороших, почему-то мы склонны верить тем трем рецензиям, которые пишут негативную сторону. Почему нас всегда тянет на черную сторону, я не знаю. Наверное, сущность наша такая. Все-таки я решила, что моя клиника это университетская клиника, и что в этой клинике просто так некомпетентных врачей не держали бы. Поэтому я пока не остаюсь здесь. Позавчера я ходила на свой еженедельный обход в клинику. Само собой, что мне не удалось встретиться с хирургом, с моим хирургом, потому что мой хирург постоянно оперирует. То есть получить консультацию у этого хирурга практически не получается. Это получается только в самом начале лечения, тогда, когда пациента готовят к операции. Вот тогда хирург находит для тебя время и встречается с тобой. А уже впоследствии тебя встречает просто дежурный врач, который записывает в компьютер все твои жалобы. Само собой, что он тебя проверяет, спрашивает тебя, как твои дела. Ты издаешь анализ крови, проверяет твои показатели, твои анализы. И, в принципе, на этом и все. Я, значит, переговорила с этим врачом, который был дежурным в понедельник. Он меня успокоил, уверил меня в том, что мой шовчик не открылся, а просто-напросто через микро-микротрещинку оттуда течет лимфа. И это совершенно не зависит от него. Но посоветовал, если там будет копиться больше жидкости, если вытечет в течение часа, ну, немножко больше, чем течет сейчас, обязательно обратиться к ним в клинику. У них есть скорая помощь. И там мне эту жидкость высосут и вытянут с помощью шприца. Насчет месячных посоветовал обратиться к гинекологу. Но также переговорил со своими коллегами, звонил своему старшему врачу, начальнику своему. И все-таки решили, что золотекс мне будут колоть только после Нового года, только после того, как закончится моя химиотерапия в таблетках. Они посчитали, что этого сейчас для меня достаточно, потому что я как бы под присмотром химиотерапии, и ничего со мной не может случиться за это время. По крайней мере, они так решили. А уже заметно, по его словам, это просто-напросто как защита. Сейчас, значит, я получаю лечение, а уже после Нового года, когда я начну гормональную терапию, тогда мне пропишут и укол в животе, который называется замета. И это будет в течение трех лет. Я буду ежемесячно получать этот укол в качестве защиты моего организма. Еще он мне сказал такую вещь, что мои яичники, может быть, не работают на все 100%, и сейчас месячные пришли, но через месяц, допустим, они могут не прийти, прекратиться заново, поэтому отправил меня к гинекологу. Сегодня я была у своего врача-гинеколога, и он мне сказал, то есть она мне сказала, что мои яичники работают полным ходом, нельзя сказать к сожалению, нельзя сказать к счастью, потому что если бы я была бы здоровой, то мои яичники работают супер хорошо, все выглядит прекрасно, но так как у меня положение немножечко интересное сейчас, то есть я болею раком, гормонозависимым раком, поэтому для меня это не очень хорошо, но пока не стоит паниковать, потому что за полтора месяца ничего не случится, и рецидива на 100% не будет. Многие девочки посоветовали мне наносить на мой шовчик ранозаживляющий или шовозаживляющий мази, но мой врач мне это категорически запретил, и сказал, что мне всего лишь нужно менять в каждые 2 часа стерильные такие повязки для того, чтобы моя ранка была постоянно в сухом месте. Это все, что мне нужно делать на сегодняшний день. Также я буду ходить к нему на прием в каждую неделю, и по ходу дела мы будем решать. Если ситуация ухудшится, тогда уже будет проблема, будет и решение. На сегодняшний день все хорошо. Еще были девочки, которые мне писали, что для того, чтобы не было рецидива, мне нужно удалить матку, потому что у меня гормонозависимый рак. Так я вам, девочки, хочу сказать, что это на самом деле не совсем так, потому что гормоны женские вырабатывает не матка, а вырабатывают и яичники, и надпочечники, поэтому смысла удалять матку совершенно нет. Да, многие девочки действительно в России, в Румынии, в Молдавии, на Украине удаляют матку, но это в тот период, когда они начинают принимать тамоксифен, и у них начинает расти эндометрий матки. Тогда действительно, может быть, это целесообразно, чем ходить на очистку раз в два или в три месяца. Может быть, когда тебе уже 50 лет, и стоит об этом задумываться. Но сейчас, когда мне 36 лет, и когда у меня нету проблемы с эндометрией матки, мне кажется, что это совершенно не имеет смысла. Тем более, что в нашем теле нету лишних органов, и желательно их по мере возможности сохранить. Если здоровье нам это позволяет, если, конечно же, существует проблема, и это нужно для того, чтобы выжить, тогда, сэ лави, что поделать, сделаем всё, чтобы выжить, как говорится. Мне в директ часто пишут по поводу моих ресниц. Хочу вам сказать, что это совершенно неприродные данные. Дело в том, что я с самого начала лета, сразу после того, как завершилась моя химиотерапия, я начала мазать свои реснички лосьоном, который называется ревитолаж. Вот он, это такой усилитель рост ресничек. Я, по-моему, вам показывала его не один раз. Я сейчас не знаю, если камера сфокусирует, и покажет вам точные названия. Могу вам вставить в описании под видео ссылочку на этот продукт, хотя ссылочка будет немецкая, просто так для того, чтобы можно было проинформироваться. И мне действительно кажется, что этот продукт мне помог. Реснички выросли очень хорошо в длину, и также они стали такими толстенькими, что ли. Тем более, что после химиотерапии они у меня росли редкими. Мне этот продукт очень-очень сильно помог, я так считаю. Но даже если они у меня длинные и пушистые, все равно ни один мой день не начинается без того, чтобы подкрасить свои реснички тушью. И сейчас, на данный момент, я пользуюсь тушью от Lancôme. Это Lancôme Hypnose. Тушь, конечно же, легендарная. Это та тушь, о которой слышали, наверное, абсолютно все девочки. Мне кажется, что это тушь номер один, которая стоит в виш-листе каждой бьюти-манячки. И реально одним взмахом кисточки это средство превращает ваши реснички в такие а-ля бабочки, которые порхают, но совершенно не утяжелены. Есть такое слово или нет такого слова, я не знаю. И она мне очень-очень нравится, так что я вам могу посоветовать. Это такая вот сладкая парочка твикс, можно сказать, без которой я в последнее время не обхожусь. Хочу вам сказать, что есть очень много хороших тушей из категории масс-маркета, потому что эта тушь все-таки дороговатая, да, именно от фирмы Max Factor. Мне кажется, что фирма Max Factor может конкурировать на 100% с фирмой Lancôme. И если вы хотите, я вам могу показать не очень дорогую альтернативу, но очень достойную и по демократичной цене. Также хочу вам сказать, что для тех, кто интересовался, натуральные у меня бровки или ненатуральные, само собой, что нет, потому что они выпали у меня в результате химиотерапии. Еще до лечения у меня был татуаж бровей, и я хотела его подкорректировать или сделать коррекцию, как у нас говорят. Еще в октябре, по-моему, 2017 года, но получилось так, что я заболела, и во время лечения мой мастер не хотел проводить эту процедуру, так как он мне объяснил, что иногда химиопрепараты влияют на пигмент, которым он пользуется, и через месяц, допустим, даже если в начале твой татуаж смотрится шикартостно, прекрасно, но уже через месяц этот цвет может мигрировать в другой цвет, и ты можешь одно утро проснуться с зелеными бровями, и тебя совершенно не будет устраивать этот результат. Так что пока месть татуажа мы повременим до тех пор, когда мое лечение будет фертик, то есть законченным. И для того, чтобы хоть как-то подчеркивать свои бровки, я использую карандашик от Dior. На самом деле это, ну, такой совет одного бьюти-блогера очень известного. И, конечно же, я купила этот карандаш под влиянием YouTube, но я очень многие вещи покупала под влиянием YouTube, но очень-очень мало вещей, которые остаются моими фаворитами, и которые я могу реально посоветовать людям. Вот этот вот карандашик, это один из моих фаворитов, и я всем могу его советовать именно в оттенке 02. Карандашик называется Брау Стайлер от Dior Show, по-моему, если я правильно читаю его название. Но, опять же, я вам оставлю информацию и название в инфобоксе под моим видео. И что я заметила, что именно вот этот вот оттенок 02, он подходит абсолютно всем. Этим карандашиком очень часто пользуется и моя дочка. Как вы знаете, моя дочка Майкопартист, поэтому очень часто она дает предпочтение тем продуктам, которые, может быть, на первый взгляд стоят очень дорого, из категории люкс. Но в итоге это выходит намного выгоднее, потому что, как на всем известно, что за дешевые вещи мы платим дважды. Очень мне импонирует в этом карандаше то, что он самораскручивающийся, то есть нам совершенно не нужна тычилка для того. Вот, смотри, начинаю шпуршить. Как только я хочу снять это, то что-то или валится, или что-то не функционирует так, как оно должно. Для этого карандашикам совершенно не понадобится тычилка. И это мне очень нравится, потому что у меня всегда под рукой есть тычилка. Грифель этого карандаша очень тоненький. Он такой не жирненький, но в то же время очень-очень-очень классно рисует. И вы можете нарисовать себе даже волосинки, если нужно, или подчеркнуть и сделать вот такой вот каркас, как я обычно делаю, который я заполняю уже тенюшками. Ну что ж, девчонки, на сегодня все. Не буду вам заморачивать голову какими-то бьюти-штучками. Кстати, я вчера или позавчера подстриглась, вернее, я подстригла только бока, потому что я не хочу быть похожа на лешего из леса. Да, я, как и все девочки, хочу отрастить свои волосы, но мне кажется, что два или три года ходить с какими-то там оброшенными боками или с оброшенными затылками, как у тракториста, это совершенно не мой стиль. Поэтому пусть я буду отращивать свои волосы не три года, а пять лет, но зато у меня в каждый день будет прическа на голове, и я не буду выглядеть таким дикобразом, а буду похожа просто на обычную леди. Все, девчонки, на сегодня это все. Спасибо, что смотрите меня, спасибо, что вдохновляете меня на новые видео, и встретимся с вами через пару дней. С вами была Каролина. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok